Удачный и беспроигрышный период для текстильщика внезапно прервался. Ивановский футбольный клуб принимал на своем поле московский клуб Домодедова. Одна из первых атак гостей стала, можно сказать, роковой для красно-черных. Арбитр встречи Алексей Поляков увидел в борьбе фолл последней надежды и удалил голкипера. В итоге Домодедова получила право на пенальти и забила свой первый гол в этой встрече. Удаление. Сейчас смотрели. Не игры там было до этого, боковой не поднимает. Дальше идет эпизод. Тоже. Это фолл не последней надежды, потому что страховали. Отсюда на второй минуте и в десятером играть. Конечно, можно было сзади стоять в десятером, но надо отыгрываться было. Надо отыгрываться, уже счет 1-0. Конечно, были зоны, куда можно было бежать. И дальше уже цепь ошибок, пропущенные мячи. Такое судейство Дмитрий Парфенов назвал безобразием, хотя почти никогда не комментирует решение арбитров. Текстильщик пропустил еще два мяча в свои ворота, но все же не ушел с поля разгромленным. Андрей Смирнов сделал длинную передачу вперед на открывшегося Кирилла Кролевца. Он принял мяч в штрафной и перебросил через вратаря соперников. Так текстильщик забил свой гол престижа. Итог встречи 1-3 в пользу гостей. Тренер Домодедова признался, что несмотря на численные преимущества, игра для его команды выдалась нервной. Начало было по плану. И так получилось, что первый же момент привел к удалению. Дальше уже, конечно, проще играть в большинстве. Хотя с таким соперником и даже в большинстве, я думаю, не все команды выстают. Вот так готовились в штатном режиме, анализировали, смотрели, подготовимся. Мы под каждую команду по-разному играем. И всегда у нас разные схемы и тактика. Чуть-чуть адаптируемся. Тренер нашего клуба решил неутешительные результаты для начала переварить. Виноватого искать не будут. Поражение потерпела вся команда. Можно взять шашку, сейчас там порубать голову, но это не выход. Понятно, что по голове там никто никого не гладил, но надо вылазить, а вылазить только нужно все вместе. Если мы сейчас будем искать одного Винонатова или второго, а кто-то будет сидеть и говорить, ну, меня не трогали, все здорово, то это неправильно. Виноваты все вместе и вылазить будем все вместе. Реабилитироваться ивановский текстильщик сможет уже в это воскресенье. На своем поле наши футболисты примут ярославский шинник. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.